Добрый день дорогие друзья, Саша, Айкезис, Ёлочка, Таганочка, народу много. В субботу все стремятся покупать подарки, ну а мы сегодня хотим вам еще рассказать о переходниках от компании Apple под новый разъем, который используется в iPhone 5, в iPad mini, в новом iPad, в новых плеерах соответственно iPod. Просто очень многие люди не знают даже какие есть возможности при использовании даже оригинальных аксессуаров. И поэтому многие перестают использовать те старые вещи, что у них есть, просто может быть даже по незнанию, скажем так, особенностей такого производителя, нами любимого, как компания Apple. Производитель номер один. Да, вот например, сейчас очень многие используют устройства на базе Android, и у очень многих есть, соответственно, кабели microUSB. Есть совершенно официальный аксессуар под названием Lightning to microUSB. Это адаптер маленький, сейчас Саша его покажет. Ты его распечатаешь? Покажу, насколько он маленький. Да. Этот адаптер позволяет вам использовать любой кабель microUSB с новыми устройствами Apple. То есть если вы используете Samsung Galaxy S3 или какое-то другое устройство. Или у вас остались старые аксессуары. Или у вас остались... Да, вот это очень хороший, кстати, набор был. Это под iPhone, под Samsung microUSB и, в принципе, обычный выход. Да. Кабель черного цвета, вполне себе универсальный. В общем-то, дрифин как раз славится такими вещами. Вы берете обычный кабель microUSB, берете вот эту вот штучку, вставляете сюда, легким движением руки. Да. И подключаете в iPhone. И подключаете в iPhone. Любой стороной. И вполне себе можете использовать этот кабель для зарядки и синхронизации. То есть очень удобная штука и очень удобная штука, особенно для тех людей, у кого два аппарата с разными операционными системами. Я даже больше скажу, не надо тратить 1890 рублей на покупку нового провода. Да. Достаточно купить маленький переходничок и использовать любой провод microUSB. А переходничок сколько стоит? 990 рублей. Угу. Экономия 1000 рублей. Да. Вот, кстати, хороший путь экономить. Опасайтесь китайских подделок. Сейчас китайцы наклепали вот таких переходников, проводок по 250 рублей. Да. Только они очень серьезно отличаются от оригинальной продукции. В итоге люди уже приходят, жалуются, телефон сгорел. Что с ним делать? Ничего, выбросить помойку. Так, идем дальше. Теперь поговорим про то, как можно сэкономить с... На док-станциях, на аксессуарике, на таких девайсах, которые вы купили несколько лет назад и не знаете, что с ними делали. Потому что разъем изменился. Сэкономили вы... Ну, вернее, вы купили, например, док-станцию с тридцепиновым разъемом. И что с ней делать теперь, если вы покупаете iPhone 5? Вам нужен адаптер вот такой. То есть он позволяет... Здесь он с кабелем. А вот Саша сейчас распечатывает... Да, лучший адаптер. Да. Мне вот он тоже больше нравится. Он тоже на картинке большой, в жизни он... Миниатюрин. Миниатюрин, да. То есть как это выглядит? Вот такая маленькая коробочка. Вот такой вот маленький адаптерик. Вы его вставляете, например, вот в 5-ый iPhone. Любой стороны, неважно какой. Да. Тоже такая особенность. С бампером он лезет? Нет, не лезет. Сейчас бампер снимем. Давай бампер на то, наоборот. Вот. И пойдем... Мы можем любую аудиосистему... Вот, например, мы знаем Bank & Dolphsen. Вставить. Вот, пожалуйста. Здесь, соответственно, старый разъем используется. Вернее, старый шлейкер. 30-пиновый. 30-пиновый. Вот он. Вот так вот выглядит адаптер. Вот мы его вставляем. Пошла зарядка. Можно слушать музыку. Можно делать все, что угодно. Можно треки перелистывать. Да. То есть он поддерживается полностью управление. И поддерживается все остальное. Стоит этот переходник сколько, Саш? Да. Переходник достаточно дорогой. Стоит он 1990. Рекомендована ручная цена. Да. Но, тем не менее, вам... Эта вещь позволяет вам не отказываться от старых аксессуаров. А, опять же, хочется добавить то, что многие боятся использовать переходник, потому что думают, что айфон упадет отсюда. Говорят, не проще, не надежно. Все на самом деле надежно. Можно его шатать. Ну да. То есть там он сидит довольно крепко. И плюс сам переходник тяжело вытащит. В любую акустику. В базе ПДО можно. Просто вставляется. Да. Вставляете сверху телефон. При том, что новый разъем позволяет любой стороной это делать. Да. Вот, пожалуйста, пошла зарядка. То есть не надо отказываться от старых систем. В жабун даже сняли такой ролик. Типа DOC SD. Типа теперь можно использовать с устройствами Apple только беспроводные разные аксессуары. На самом деле это, конечно, далеко от правды. Потому что Apple сразу же об этом позаботились. Вот. Есть вариант этого разъема с кабелем. Мы показывали такой в обзоре. Как раз. Вот. Но нам ничего не мешать показать это. Снова. Сейчас. О. Это для тех, кого уже чехол одет. Алюминиевый бампер. Те, кто не хотят его снимать. Да. Вот тут, в принципе, все это миниатюра. Сейчас обратно бампер засунем. Вот такой переходник с кабелем сколько стоит? Он, кстати, дороже, чем обычный переходник. И стоит он 2190. Угу. Тоже RRC по России, в принципе. Те, кто ниже и дешевле продают, обязательно продают сельскую подделку. В принципе, вот все. Да, вот, пожалуйста. Можно использовать с бампером. То же самое поставить в аудиосистему или использовать с автомобильной. Поставим, покажем. С автомобильной зарядкой тоже без всяких проблем. Если у вас есть автомобильная зарядка под старый разъем, то можно купить переходник. Или ту станцию в машине. Можно вот одеть. Да. Ну, давай куда-нибудь. Все, пожалуйста. Зарядка пошла. Можно слушать музыку. Нет, подожди. Зарядка не пошла почему-то. Она работает? Нет. А, зарядка пошла. Да, можно слушать. Это что такое? Нет. 100% специально сделал. Вот. Все. Отходит. Да. Зарядка пошла. Музыку можно слушать. То есть все у нас работает. Вот. Собственно, что мы вам хотели рассказать и что мы вам хотели показать. Три разъема, вернее три адаптера, три очень полезных переходника. Если у вас новая техника Apple, то в принципе можно купить либо под microUSB для того, чтобы конструкция была совсем универсальная, либо купить вот такой вот маленький, либо купить с кабелем. Да. Да. Наверное, скоро появятся оригинальные вещи, позволяющие подключать и iPad, и iPhone кабелем HDMI. Ну, в общем, ждем новостей. Вот пока вот есть такие вещи. Вот. Хотим еще раз напомнить лишний раз, что вот этот переходник под microUSB стоит 1000 рублей. 990. И, в общем, это очень хороший вариант получить кабель без каких-то мега трат, то есть если не хотите переплачивать. На этом, пожалуй, все.